МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа «Новина региона» у студии Сергей Пеклин. Вітаю вас и в этом выпуске. Глядите. Готовность номер один. У Могилевской области отбылась Жневинская педагогическая конференция. Поставлены задачи на новый научальный год. Обновленный детячий садок у агроградку Вейна Могилевского района открыл дверы для выхованцев. Пьедыстал чемпионата внутренних войск по службовым нагаборствам специалистов-кинологов заняли белорусские команды. Усей деталей далей у программе. Что годовая Жневинская областная педагогическая конференция отбылась у Могилеве. И она собрала удельников з усяго региона. Это специалисты системы адукации. Проставники УЛАДы, заслуженные наставники, ветераны працы. На встрече отзначили выники працы за минулий год и вручили подчесные узнагороды. Но главное это задачи на новый научальный год. Что станет приоритетным накерунком в работе педагогов, глядите в сюжете. Жневинская областная педагогическая конференция – мероприемство традиционное для работников системы адукации на початку научального года. З разных кутков региона педагоги збираются, как вызначить ориентиры на год для гучи, а для его рихтовалися с усею отказностью. Предприемство Могилевщины выпустили новинки продукции специально для детей, бо проект по удосканалению системы школьного харчевания в Беларуси протягивается. Айчинные вытворцы обновили модели школьной формы и обутку. Дефиле у выполнения выхованцев Народного театра моды Александрына областного палаца культуры настроила на учебный лад. Почему? В школу сегодня уже не модно ходить в джинсах. Ну, потому что, когда ты в школьной форме, ты чувствуешь себя настоящим учеником. И, наверное, в школьной форме лучше, чем в каких-то джинсах. Так, рассказываем про свою форму. Как она? Ну, она красивая, но мне кажется, что она мне идет. Ребята, ну а в школу-то хочется? Да, в школе весело, друзья, получаешь знания, узнаешь много нового. Ну что, хорошего начала учебного года вам всем. Спасибо! Подчас конференции старшиня облвыконками Анатолия Саченко отзначил, Могилюхщина зауседы надае системе адвокации великую увагу. И этот год не стал выключением. Все лето отбылось масштабное обновление материально-технічной базы установ адвокации. З областного бюджета выдадково на 68 миллионов рублей на капитальный и бягучий ремонт установ адвокации. Для встречи в учнях все готово. Час вызначить задачи на Новый год. Самое главное, чтобы были готовы к приему детей наши учителя. Наши учителя, потому что это тот человек, от которого зависит очень много для нашего ребенка. И хочется, чтобы школа стала вторым домом. Ведь у нас 116 тысяч детей приходят в школу. Из них 12 тысяч первоклассников, которые переступают этот порог. И вот как будет первое восприятие, как их встретят, какая будет обстановка, наверное, многое зависит. Поэтому наша задача, наряду с тем, что мы укладываем материальный ресурс, нам надо вложить и духовный, интеллектуальный. Важно, как школа ответила сучасности. Там было интересно, познавательно и технологично. Для этого нужно расти профессионально педагогу, как заинтересовать детей и замасовать молодые кадры на работных местах. Все лета в первую очередь до работы приступили 430 молодых педагогов. Отзначено развитие системы эдукации – один из главных приоритетов социально-экономической политики. А клопот про будущее поколение – самая надейная, разумная и высокородная инвестиция. Кристина Кранкевич, Александр Тарасов, Новина Региона. Все лепшее детям. Обновленный детячий сад открыли у агроградку Вейна Могилевского района. У старым корпусе провели капитальный ремонт, а до его добудовали новые. Теперь замест 75 детей детячий садок готовы принять 125 детей. За новый садик спасибо говорим. Верить чудеса и вам верим. Агрогородок Вейна постоянно поширает сам. Сюда и приезжает шмот молодых семья. В связи с этим поустала острая необходность поширить мясцовый детячий сад. Работы тут начались в листопаде. И вось усягов раз 10 месяцев батьки вядут детей в обновленную установу. Достаточно большие изменения. Очень приятно видеть обновленный, освеженный детский сад. Это большая радость в первую очередь для родителей, я думаю. Ранее в детячем саде было 4 группы выхованцев. У тебя пер. Колькость групп повеличилась. На выховальнике готовы обрымать 7 детячих групп. Для детей – лепшие умовы. У нас полностью благоустройство провели. Обновили полностью всю базу на территории. Внутри тоже у нас полностью все было новое. В новом корпусе все. Старый тоже пришел ремонт, прошел здание. Фасады нам сделали красивые, как вы видите. На территории детячих сада – великая гульнявая пляцовка. И пляцовка для вывучения правил дорожного руху. А у будинку для выхованцев взробили у тульной спальни. Гульнявые покои, суть частных арчаблок, музычную залу и покой детячей творчести. Я думаю, что в данном дошкольном учреждении, если вы увидели, что созданы все условия для развития гармоничной личности и воспитания настоящих патриотов нашей страны. Как подкресливают у Могилевским райвыконками бюджет района социально накерованы. И 44% от объему финансования социальной сферы идей на систему адукации. Ганна Петрова-Куминская, Александр Артемьев, Новины региона. Саправдное свято за аниматором и навуковым шоу. На его запросили 146 хлопчиков и девчонок из детячих домов семейного типа. Сарод их 20 первоклассников. Мероприемство проходит в рамках доброчинной акции в школу с радостью под эгидой областного отделения Белорусского детячего фонда. На початку мероприемства дети навык не догадывались, что их чекает. Оказалось, организаторы заплановали для всех приемный сюрприз. Как только хлопчики и девчонки зайшли в кинотеатр, началася саправдная казка. В новуковом шоу аниматоры показали детям вогненный шар и фонтан с ваткаго азоту. Больше всего мне понравились эксперименты, как взорвались. Еще мне понравился очень сильный мультик. Повкорн тоже вкусный был. Особливо запомнить гэтый день ты, а кто першого вероясня подзял перший класс. Будущие школьники отрымали приемные и корыстные подарунки, які допомогут им зарабить першые кроки Украину ведал. Подарок к первому сентябрю тоже очень великолепный. Ну, это нужный подарок для первого класса, для детей. Я думаю, что праздник даст те эмоции, которые позволят действительно остаться в душе каждого ребенка той радости, которая и позволит осуществить мечту взрослых, чтобы наши дети первого сентября шли в школу с радостью. Белорусский детский фонд допомогает детским домам семейного типа и проводит доброчинные акции на протяжении всего года. И это мероприемство еще одна махчимость нагадать, что работает добро просто. Карина Немцева, Леонид Сикорин, Новины региона. Простовники Могилевской области принимают удел в Республиканском экологичном форуме. Зладили его 20 разом. В разные годы форум принимали Горки и Бавруиск. Все лето местом проведения обрали город Столин, Брестской области. У межах экологичного форума отбылась церемония узнагороджения. Сарод пера Можцов и телерадио-компания Могилев. Так редактор радио Могилев Алена Бубликова отримала грамоту Министерства природных ресурсов и Аховы новокольного сародзя Беларуси. Ее означали за саденчание у реализации державной политики у глине Аховы новокольного сародзя и рационального выкористания природных ресурсов. Веншуем коллегу. Увага Жехару Могилева и гостей областного центра до руху транспорту. 26-го жнивня с 10 до 20.00 по проспекте Пушкинским пройдет мероприемство. Присвеченная 20-го дзю республиканской акции «Спортсмены за безопасу руху». В связи с этим на участку ГГРН-Чалюскінцев будет перекрытый рух транспорту. Як поведомили у Могилевским ГГРН-Каме, 26-го жнивня в связи с перекрытием руху часова скорэктуясь маршруты громадского транспорту. Автобусы, які ранее рухались по проспекте Пушкина, зараз с уликом перекрытия, будуть перемещаться по проспекте Шмидта. Так само и маршрутное такси. Что до троллейбуса, то с уликом проведения мероприемства с 10 до 23.00 троллейбус номер 3 працаваць не будзе. Тому уличвыця гэтае часовое изменение. У суботу, 26-го жнивня, во усіх ГГР и РАВКН-Камах в області пройдзе прямая телефонная лінія. Наприклад, у Могилевскі ГГРН-Кам можна поталіфануваць по номері 42-21-02. На совязі будзе намеснік старшыні Олег Стельмашук. У Бавруйскім ГГРН-Камі таліфануванні будзе прямаць намеснік старшыні ГГРН-Кама Вольга Жук. Нумар для асувісі 68-0018. Кіравнік з правамі Могилевскага РАВКН-Кама Александр Моргунов выйдзе на сувісі по номері 42-39-28. Калі у вас єсть пытання до працавніков місцовой улады інших районав, нумары прамой лінії можна знайсці на сайтах РАВКН-Каму. Нагадаєм, працавнікі обласной улады ладзіць прамой телефонную лінію кожную другую суботу місяца. Такім чынам, наступне 9 вересня. Сучасные методы боротьбы супроттуберкулезу освоювать на Могилевшині. Дякуючи гэтаму у регіоні працягваецца зніжацца колькість захварывших на туберкулез. У опошні гады колькість новых выпадків туберкулезу значно поніжаецца. Алі у 35-40% пацієнтаў лекава устойливае формы захворвання. До падобных выпадків тепер на узбраўні обласного супроттуберкулезного деспансьера ёсць сучасны препараты. Благодаря іспользованню этих новых лекарственных средств появилась возможность назначення пацієнтам так называемых укароченных схем лечення. Новые лекарственные препараты позволіли уменьшить срок лечення до 6 месяцев, до, в некоторых случаях, 8,5 месяцев. Ёшче одной інвестицій ў будуче стане обновленная бактеріологічна лабораторія, яка створяецца у рамках программы «Демографічна безпека» і «Ахова народа». Така лабораторія толькі одна ваўсёй в області. З допомогой сучасной техніки Янада поможа більш якосна і худка проводять необходну диагностику. Приїжджали специалисты РНПЦ пульмонології іфтезіатрии, вони достаточно высоко оценили роботи, проведені в лабораторії. Сказали, що лабораторія одна із лучших в республіки по содержанию і по качеству ремонта. В настоящее время получено нове оборудование. Це оборудование для молекулярно-генетических методів ісследування «Джинэксперт» четырёхмодульный, каторый буквально в теченні двух-трёх часов можат определіть ДНК туберкулёза у пацієнта із мокроты і других биологіческих жидкостей. Открыть нову лаборатору Могилёвського областного супроттуберкулёзного диспансера планують ўжо в осінню. Карына Німцева, Гардзей Ягоров, Александр Артемьев, Дянис Жавіна, Новини регіона. Білорускі екінологі занялі увесь підыстал чемпіоната внутрініх войсків по службовому многоборстві спеціалістів-кінологів. Йон проходзів на базі військової части 67-13 у Могилёві. Уділ у турніры приймали команды з Білорусі, Росії, Казахстана, Узбекистана. У чемпіонаті внутрініх войск у спеціалістів-кінологів удельничали собаки розного профілю. Те, що беруть вслід злочинців, отшукуваюць наркотики, вибухові речевы. Впервые на 24-м чемпіонаті нашому присутствують до 64-х участників. Начинало все 20, 30, 40, 50. А сьогодні приїхали со всіх регіонів Білорусі. Бреста, Гродно, Витівська, Могилёва, Гомеля, с отдельної соціональної подразділяції. Глубокий Новополос, Полос. Ну а також Російська федерація, з далі Керми, до регіонів афганської границі, з Узбекистану. Також Казахстан, со всіх регіонів. Перший раз на чемпіонаті участвують специалісты-кинологи роти специального назначення собаками общерозыскного профиля. Соответственно, собаки несуть службу в составі дежурних сил по охрані і обороні Білорусської атомної електростанції. Участвуємо Білорусській республіки на Сар-Вар-Вані. Ми – второй раз. Це інтересно, це розвиває кінологічну службу, це обмін опытом, це обмін з знакомствами. То є міжнародні зв'язи, вони розвиваються тільки в лучшую сторону. Хотілося б, конечно, сказати, що соперничество должно бути спортивне, а не какое-то другое. По словах жюри, у дільників споборництва усі высокі профіоналі. Тому прийшлося склада на превозначення пераможців. Саме лєпші выніки показав кінологічний центр у внутріних військів. Другое місце у військовій части 7404 з Барановичів. На третім команда військової части 6713 Могилєва. Повышення температуры по ветру прогнозують синоптики на ближайші дні. Так, у суботу слупок термометра у день буде вагаця у межах 24-29 градусів со знаком «плюс». При гэтым прогнозується в облачне надвор'я порыви ветру до 14 метров за секунду. У день махчимы краткочасовыя опадкі. По інформації Аблгідрометна надвор'я знаходяться под уплывом в області повышеного атмосферного тиску і теплой поветранй масы. У неделю у день прогнозуються місцями плюс 30-31 градус, але махчима і на вальніця. С початком нового тыдню повышення температурного фону протягнеться. Чыкаець в облачна з проясненнями часом невялікі опадкі. Ветер до 14 метров за секунду. Температура поветра у день плюс 27, плюс 32 градусы. На гэтым наш випуск завершены. Актуальні новини в області глядіться на нашым сайці і у телеграм-каналі Беларусь 4 Магілёв. Так само долучайтеся до наших соціальних сеток. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних випусках. Дякую за перегляд!